Мужская шапка. Меня попросили показать, как связать такую шапку. Она подойдёт как для мужчин, мальчиков, а также девочек и женщин. По-моему, такая универсальная. Обычно я вязала из более тонкой пряжи. Какую? Пеликан, ажурной пехорки, ириса кировского. И вот первый раз из семеновской лилии. Она потолще, около 400 метров на 100 грамм. Но вязать мне понравилась. Слитка очень хорошая. Не знаю, возможно, вам покажется толстоватая. Выбирайте сами. В конце ролика я расскажу, как рассчитать. Расширение и размеры для любой шапочки, из любых ниток. Поэтому пряжу можете выбирать на свой вкус. Многие жалуются, что показывают быстро, поэтому самые такие моменты буду замедлять. Вот так вот я формирую первую петельку. Вращаю крючком вокруг нитки. И захватываю рабочую нить. И протаскиваю через образовавшуюся петельку. Снова захватываю. И дальше вяжу следующие петельки. Мне нужно связать 8 воздушных петель. Затем я замыкаю их в кольцо. То есть втыкаю в первую воздушную петельку на цепочке. Отхватываю рабочую нить крючком. И протягиваю через 2 петельки. Первую и последнюю на цепочке. Начинаю вязать первый ряд. 3 воздушные петельки для подъема. И 2 воздушные петельки между столбиками с накидом. Вяжу столбик с накидом. И снова 2 воздушные петельки. Столбик с накидом. Крючок втыкаю под колечко без воздушных петель. Захватываю рабочую нить. Довязываю столбик до конца. И снова 2 воздушные петельки. И так у меня должно быть 9 столбиков. 9 столбиков с накидом. И между ними по 2 воздушные петельки. В дальнейшем я вязала по 1 воздушные петельки между столбиками. И у меня шапочка получилась более плотной. Если хотите, чтобы она немного была поажурнее, то вяжите, продолжайте по 2 воздушные петельки между столбиками. Последний столбик, 2 воздушные петельки. И вяжу под начальную цепочку. Соединяю начало ряда. Первый ряд провязан. Вяжу второй ряд. Я вяжу соединительный столбик, чтобы выйти на середину цепочки. И 3 воздушные петельки для подъема. И в этот же столбик без накида предыдущего ряда провязываю еще 2 столбика с накидом. 3 столбика провязала. Дальше воздушная петелька. Можете делать 2 воздушные петельки, но в одном и том же ритме повторять. Если выполняете 2, то всегда 2. Если 1, то всегда 1. И под воздушные петельки предыдущего ряда я провязываю 3 столбика с накидом. Можно вязать под воздушные петельки, а можно в одну из воздушных петелек, чтобы рисунок был более четким. Я вот вяжу как раз воздушную петельку. 3 столбика с накидом, воздушная петелька и снова в следующую цепочку в одну воздушную петельку провязываю 3 столбика с накидом. И так буду вязать до конца ряда. Второй ряд закончила. Соединяю начало и конец. Для этого втыкаю крючок в вершинку первого столбика, соединяю с первым, провязываю и вяжу 3 воздушные петельки вместо первого столбика. И затем в этот же столбик провязываю еще 1 столбик с накидом. В следующий столбик я вяжу 1 столбик с накидом. И в последний столбик из этой группы снова вяжу 2 столбика с накидом. Блин, да, да, 2 столбика с накидом. Тем самым я расширяю донышко. Воздушная петелька и снова 2 столбика с накидом в первый столбик с накидом, 1 столбик с накидом в средний столбик с накидом предыдущего ряда и 2 столбика с накидом в третий столбик с накидом предыдущего ряда. Снова воздушная петелька и так буду вязать до конца ряда. Третий ряд связан и соединяю. Так неправильно. Нужна воздушная петелька, воздушная петелька, крючок втыкаю в начало ряда и соединяю. И снова 3 воздушные петельки для начала ряда. Снова столбик с накидом в этот же столбик. Сейчас буду вязать 3 столбика с накидом в каждый столбик с накидом предыдущего ряда. И в последний столбик предыдущего ряда я снова свяжу 2 столбика с накидом. Таким образом я продолжаю расширение. Смотрите, какой-то угольничек получается. Так, воздушная петелька. Снова 2 столбика с накидом в первый столбик. 3 столбика с накидом по одному столбику. и снова в крайнюю. В крайний столбик 2 столбика с накидом. Каждый фрагмент у нас будет расширяться на 2 столбика. Воздушная петелька. И снова расширение. Вот по краям по 2 столбика, а в серединке столбики с накидом. В этой схеме вяжем нужное количество рядов. А сколько нужно связать? Вы поймете, досмотрев ролик до конца. Там я расскажу, как все это рассчитать. А сам принцип, я думаю, понятен. В серединке вяжем просто столбики с накидом на столбиках с накидом, а по краям по 2 столбика с накидом в один столбик. И между ними воздушная петелька. Или 2 воздушных петель. Но нужно сохранять пропорции. Если 1 петельку вяжем, то 1. Если 2, то 2. И вот я уже связала какое-то количество рядов. У меня, по-моему, 7. И начинаю вязать убавление. Вернее, оно не убавление, а будет ровная часть. Связала 3 воздушные петельки. И дальше не довязываю столбик с накидом. И провязываю вместе с первым столбиком. Столбики, вернее, в середине я вяжу, как обычно. На каждом столбике с накидом вяжу столбик с накидом. Вот сейчас у меня уже начинается ровная часть. Петельки прибавляться не будут. Плотную часть я вот эти вот ромбы буду сокращать. Ромб будет сужаться, уголок. А между ромбами будут чередоваться столбики и воздушные петельки. Дальше вы все увидите. Вот вяжу столбик с накидом. И вот эти два столбика я провяжу за один прием. Вот не довязала один столбик. Вяжу второй столбик и провязываю до конца за один прием. Дальше воздушная петелька. Столбик с накидом под воздушную петельку. Воздушная петелька. И снова один недовязанный столбик. Еще один недовязанный. И провязываю за один прием. Дальше вяжу столбики с накидом. Каждый столбик с накидом. Получается такой уголок. Я ряд довязала до конца. Снова два столбика довязываю за один прием. Воздушная петелька, столбик с накидом. Под воздушную петельку, воздушная петелька. И соединяю с первым столбиком. Вот первый круг ровно связан. Снова три воздушные петельки для подъема. Столбик с накидом, не довязанный. И за один прием. Дальше вяжем по той же схеме. Снова все столбики с накидом. И в конце два столбика провяжу с общей вершиной. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Дальше вяжем по той же схеме. Еще один не довязанный. И провязываю за один прием. Воздушная петелька. Столбик с накидом между... В общем, под воздушную петельку предыдущего ряда. Воздушная петелька. Снова столбик с накидом. Воздушная петелька. И снова начинаю вязать плотную часть. Вначале вяжу два столбика с накидом с общей вершиной. Видите, у меня уже добавилась вот эта решеточка между плотными частями. У меня уже два столбика с накидом. И между ними воздушные петельки. И так я вязала в этом ритме, пока у меня не осталось в плотной части, по три столбика с накидом. Видите, плотная часть уменьшается. А решеточки, вот это вот, где столбики с накидом и воздушные петельки, становятся все больше. Переходим на журную часть. И шапочка вот эта уже вяжется ровно, уже без расширений. Получилось уже видно. И сейчас вот я вяжу три воздушные петельки для подъема. Столбик с накидом тоже не довязываю в серединке. И последний вот этот сдвоенный столбик тоже не довязываю и вяжу их за один прием. То есть три столбика с накидом с общей вершиной. И продолжаю вязать решеточку. Воздушная петелька, столбик с накидом, воздушная петелька, столбик с накидом. И так до плотной части. Вот последний столбик с накидом под воздушную петельку предыдущего ряда, воздушная петелька и снова вот эти вот три столбика я провяжу за один прием. Столбик с накидом не довязываю, второй столбик не довязываю, третий тоже не довязываю и за один прием. Так я вяжу ряд до конца. У меня ромбики закончились, начинается ажурная часть, а сейчас можно выдумывать другой узор. То, что я вязала дальше, вы можете вязать по-своему. Вот я соединяю начало и конец ряда. Так, воздушную петельку и соединяю. Сейчас еще под воздушную петельку столбик без накида, чтобы выйти на серединку, вот на эту воздушную петельку. Дальше три воздушные петельки, четвертая между столбиками. И я вяжу просто решеточку. Ряд столбиков с накидом и между ними воздушные петельки. Можно вязать даже полностью такой решеточкой до конца. Будет тоже неплохо. Я вязала такой, походу придумала простой узорчик. Хотя узор такой можно придумать, какой угодно. Это филейное вязание. Вот уже получается, видна шапочка. И вот следующий ряд я буду вязать полностью столбики с накидом. Вот такой плотный ряд. Столбик с накидом, столбик с накидом следующего ряда. И столбик с накидом под воздушную петельку предыдущего ряда. И так до конца ряда. Все очень просто. Соединяю начало и конец ряда с одиннадцатым столбиком. Три воздушные петельки для подъема. Четвертая между столбиками. Один столбик пропускаю. И в следующий столбик вяжу столбик с накидом. Снова воздушная петелька. Один пропускаю. И в следующий столбик вяжу столбик с накидом. То есть я вяжу ту же самую решетку. Ажурный ряд. Вот что же у меня получается. И сейчас я буду вязать квадратики. Три столбика воздушные петельки для подъема. Столбик с накидом под воздушную петельку. Столбик с накидом. Столбик с накидом предыдущего ряда. Дальше воздушная петелька. И в следующий столбик с накидом вяжу столбик с накидом. Снова столбик с накидом под воздушную петельку. Столбик с накидом. Столбик с накидом предыдущего ряда. И дальше войдет воздушная петелька. Вот такие квадратики получатся. под одну воздушную петельку я вяжу столбик, а вторую пропускаю. Вот я довязала до конца ряда и сейчас у меня вот здесь немножко некрасиво получилось два столбика, как бы пустых, я их соединяю, получается вот так некрасиво. Сейчас немножко сделаю по-другому. Воздушная петелька и провяжу столбик с накидом, пусть он будет ищен. И соединю. Вот так получается более незаметно. И вяжу 3 воздушные петельки, еще одна воздушная петелька, столбик с накидом, в третий столбик с накидом из этой группы. То есть я буду снова вязать решетку. Я думаю здесь все понятно. Воздушная петелька и столбики с накидом. Дальше я снова, сейчас вот соединяю начало конец ряда. И снова провяжу плотный ряд. То есть столбики с накидом первые 3 воздушные петельки, затем столбики с накидом на воздушных петельках предыдущего ряда и на столбиках с накидом. Тоже столбики с накидом. Дальше я повторила этот узор. Получилась вот такая шапочка. Здесь вот два ряда квадратиков между плотными полосками ажурными. Вот эта часть ромбика. Это расширение донышка. А дальше идет ровная часть. Сначала я завершаю ромбики, сужаю, а затем ажур. Ажур любой. Можете придумать свой. Край шапочки я ввязала рачьим ходом. Воздушная петелька. Дальше возвращаюсь на 1 столбик вперед. Втыкаю крючок. Подхватываю рабочую нить. Втягиваю и провязываю 2 петельки на крючке. Снова возвращаюсь вперед. Втыкаю крючок через столбик. Подхватываю рабочую нить. Провязываю через столбик. Захватываю рабочую нить. И провязываю через 2 петельки на крючке. Ну вот, шапочка я готова. Мне нравится она тем, что универсальная. Подойдет и мужчинам, и женщинам, и детям, и взрослым. Особенно из белой пряжи. Для лета, для солнца самое то. Для того, чтобы рассчитать, какие нужны размеры шапочки, глубину, высоту, нужно знать только окружность головы. Если вы не знаете, то можно примерно взять по этой таблице. Диаметр донышка шапки, вот та часть, где расширяется, вычисляется по следующей формуле. Окружность головы можно разделить на число Пи, то есть 3,14, как мы все знаем, и отнять примерно 1,5-2 см. Глубину шапочки, та часть, которая вяжется ровно, не расширяется, поможет простая формула. Окружность головы нужно разделить на 3. Весь этот материал я нашла на сайте волшебная петелька. Ее хозяйка, вот эта симпатичная девушка Юлия. Но можно рассчитать еще проще. Здесь вот есть калькулятор удобный для расчета размера шапочки. И мы просто вводим свой размер. Я ввожу, допустим, 50 см у меня окружность головы.